доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала магии успеха старое самопознание с вами наталья и сегодня дома давайте посмотрим одну из предложенных тем моими дорогими подписчиками это что у него соперницы настраивайтесь на расклад вариант будет один посмотрим какой мужчина к нам сегодня придет по откровению через нами что поведает что расскажет что нам высшие силы покажут относительно взаимоотношений между вашим загаданным человеком и той женщины с которой он встречается может быть живет у кого как давайте посмотрим раскроем сегодня эту тему очень редко и и раскрываю давайте итак как видят высшие силы загаданного человека какой он какой он этот человек непростой этот человек очень активный очень сильный честно говоря вот прямо мужчина мужчиной может быть мега вспыльчивым этот человек может как-то соприкасаться с огнем этот человек постоянно в каких-то конфликтах этому человеку свойственно кстати предательство обман и такой знаете он кусачий он очень кусачий злюка хотя может из себя знаете представляет такого добрячка на самом деле там далеко не добрячок там все-таки мужчина больше такой негативного склада солнце не так светит машина не так стоит не то платье на дело вот здесь человек будет с претензиями также этому человеку свойственно менять род деятельности но и в то же время смотрите несмотря на весь на какой-то негатив в нем в самом да не то что негатив да у него есть такая категоричность ему постоянно хочется кому-то что-то доказывать постоянно одерживать вот эти победы но понимаете даже если человек здесь вступает какие-то споры баталии по большей части по большей части он будет проигрывать а если тем более здесь человек начинает конфликтовать женщиной он изначально в проигрыши у него понимаете еще какой момент здесь человек вроде бы мужчина то мужчины но душевная организация у него будет какая-то слона женская поведенческий ряд может быть немножко такой более я не знаю там с какой-то женской придирчивостью к примеру недовольством да он конечно ресурсные девочки вот тут вот тоже я не могу это не отметить и он умеет зарабатывать деньги но опять он как зарабатывает если даже человек деньги заработал он может сказать ой я тут устал тут вообще много сил вложил да я тут что я тут заработал да больше вложился в материалы ну и так далее то есть здесь реально человек может много чего обесценивать но и в то же время все равно у человека возможно руки оттуда растут откуда надо да то есть ему свойственно что там действительно строить этому человеку свойственно что-то действительно создавать опять через что он это создает с одной стороны вроде бы у него и такие положительные амбиции да то есть видение мира как бы вроде бы масштабно все красиво все классно как только он погружается в какую-либо тему все там начинают выходить какие-то маленькие нюансы неурядицы тут какая-то несостыковка и все и человека будет разрывать понимаете и он это будет все дальше продолжать творить создавать но через негатив вот такое ощущение здесь о человеке нам рассказывать сегодня высшие силу а танка как конечно энергетически энергетически он очень мощной девочки вот его бы энергии до в мирных целях не конфликта было бы вообще замечательно благодаря таким людям кстати что-то очень грандиозно создается для всего человечества новой технологии допустим да как-то не знаю мир улучшается облегчается какой-то труд во возможно это новатор своего рода но этот новатор ход не идет с положительных вибраций он идет как-то из негатива я не знаю бывают наверное такие люди девочки если таких людей действительно вот встречаете очень часто кстати вот если это ваш мужчина напишите пожалуйста кому не сложно да встречаете вот ваше пространство заходят ли подобные еще мужчины если это не один такой вот экземпляр в вашей жизни то здесь нужно обратить внимание девочки почему к вам притягиваются такие мужчины даже не тоже не просто так мир зеркало маленькая подсказка мир зеркало давайте посмотрим в каких взаимоотношениях на сегодняшний день находится что между ними происходит с соперницей какие у взаимоотношения на сегодняшний день взаимоотношения какие взаимоотношения на сегодняшний день а здесь взаимоотношения сразу первое что идет он тут борется женщины вот вам пожалуйста нам он борется женщина он пытается и что-то доказать какую-то свою правду истину между ними конфликт но этот конфликт я могу так сказать затеяла здесь женщина не мужчина но он поддержал он поддержал ее инициативу и они в этом конфликте находятся вы конечно можете смотреть на женатого человека но если этот человек не же то есть это не его супруга имеется ввиду да любовница девочки то здесь у них конфликт на почве как раз таки того что он никак не не может уйти из стабильных отношений понимаете там женщинам чувствует себя прям императрицы и я главное то есть я в этих отношениях решаю здесь тоже женщина не непростая видите тут сразу нам показывать императрицу властная да но видите как карты в ложатся башня и императрица там не совсем будет знаете тоже такая положительная энергетика разрушающие то есть здесь императрица больше показано она окружена такими конфликтами картами да здесь императрица она может быть не совсем в тех положительных вибрациях которых она должна быть созидание в милосердии до быть открытой этому миру любить безусловно любовью условно да а тут все равно вот чувствуется власть мне надо так я сказала вот так и здесь мужчина будет постоянно как отстаивать тоже какие-то свои права будет отстаивать свои интересы но что здесь самое интересное ему нравится ему реально где-то заходит вот то да бойня ну там не бойня конечно но вот этот вот и вот такого формата их взаимоотношения она где-то его вот подстегивает здесь проявляет себя вот то свое внутреннее конфликтность которая у него есть но по его мнению по его мнению это как благость здесь реально она может его воспитывать и он может ее воспитывать то есть они воспитывают друг друга никто никому не уступает вот эта схватка она у них может быть бесконечной если вот с его в сегодняшнем дне нам показывать что они конкретно находятся в уроке в конфликте то еще не понятно чем это все закончится но побольше по большей части здесь скорее всего мужчина проиграет потому что женщина возьмет верх потому что нам изначально высшие силы показали что этот мужчина он все равно в проигрыше понимаете как и это будет справедливо и это будет правильно потому что женщиной в априори когда мужчина вступает в какие-то споры пытается что-то так доказать пытается перетянуть всю ситуацию на на себя обвиняя еще при этом женщину в чем бы то ни было однозначно он уже проигрыша давайте посмотрим кто она для него вот как он считает что она для него значит кто она для него что она для него значит кто она для него как у нее видит из яна кто она для него так ну тут у нас выходит королева королева мечей девочки то Так, очень интересный отшельник, кто она для него. Смотрите, это та женщина, которую он каждый раз пытается обмануть, но, по-моему, у него ничего не получается. Давайте так, он, в первую очередь, с ней нечестен. Он от неё очень-очень много скрывает то, что у него внутри. Вот эта женщина для него, она может быть, конечно, мозгом для конкретной какой-то цели, деятельности и так далее. Здесь женщина может быть очень мудрой, кстати, такой прагматичной, расчётливой, где-то даже справедливой, да. Он может её даже в какой-то степени слегка побаиваться, и поэтому он будет всё равно идти на какие-то уловки, чтобы ему не получить прям, как говорится, сковородкой по одному месту, да. Ему приходится, словно под неё вот как-то, знаете, подстраиваться, ну, как-то вот, кто она для него? Она для него очень серьёзная женщина. Это может быть бывшая супруга, кстати, или просто бывшая партнёрша, с которой он когда-то был в отношениях. Ему с ней, вот смотрите, ему с ней всё равно где-то неуютно, словно, понимаете. Он может не совсем чувствовать от неё вот трепет, тепло, заботу, доброту. А что она от него хочет? Ну вот, давайте немножко углубимся. Почему так? А что она от него хочет? Вот он её видит, вот что она всё равно в отношении него, она как-то отстранена, понимаете. Не совсем включена, будем говорить, в него целиком. А что бы она от него хотела? Почему у неё такое поведение? Нет, давайте так, почему у неё такое поведение по отношению к нему? Почему у неё такое поведение по отношению к нему? Почему у неё такое поведение? Девочки, смотрите, здесь она в нём пытается воспитать императора. Она с него выжимает. она с ним не сюсюкается с императором сюсюкаться нельзя он не будет тогда императором и поэтому она с ним ведет очень жесткую политику все по факту сказано сделано она действительно девочки хотела бы вывести его в статус вы как вытянуть его на свой уровень она императрица понимаете и ему ей необходимо чтобы рядом с ней был император за которым действительно она бы могла уже чувствовать себя как за каменной стеной император может это устроить причем запросто император может быть ответственным особенно за то во что он вкладывался и не один день здесь мужчина может вкладываться в эту женщину но по крайней мере она к этому ведет и вот смотрите на секундочку здесь женщина может действительно от него отстраняться он это чувствует он это понимает что это его ее уловки но опять он тоже так же себя ведет по отношению к ней они здесь играют девочки вот все-таки вышла пятерка жезлов да еще и посередине у них какая-то такая пара где люди словно проверяют своим способности насколько они прагматичны насколько они могут влиять на другого человека насколько они могут просто как-то увидите на несколько ходов вперед то что допустим будет делать другой человек здесь прям стратегия между ними у женщины цель еще раз повторюсь у женщины цель чтобы этот мужчина стал ей под стать и это ей надо для защиты безусловно потому что все-таки башня возможно она чувствует что у нее есть какое-то шаткое положение и необходимо девочки эта защита когда женщина себя защищает это очень хорошо но когда рядом с ней есть все-таки мужчина это намного легче женщине живется вы это все прекрасно знаете понимаете поэтому здесь вот больше какой он ее видит такой тоже хитренькой он сам с ней хитрит и она с ним хитрит и он знает почему она это делает здесь оба два умных человека однозначно оба два умных человека что он конфликтный она конфликтная у них может давать так возможно даже доходить до битья посуды крики тут тоже могут быть претензии могут тоже быть но опять это не все это это не просто так хорошо давайте посмотрим что он от нее хочет конкретно вот она хочет чтобы он дотянулся до ее уровня а что он от нее хочет что он от хочет 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 он хочет с ней гарма гармонии спокойствие умиротворения до на дне колода еще четверка четверка жезлов да то есть здесь однозначно хочется такой идеи такой зоны комфорта куда ты приходишь и тебе реально хочется туда идти и отдыхать на сегодняшний день человек это не получает нет но они к этому идут оба но идут очень странным путем очень странным путем если допустим этот человек вот вы смотрите на любовницу да то у них вот это вот идиллия вот это спокойствие это все равно как бы неправильно это по лжи по обману по предательству в любом случае кто-то кого-то здесь прям по отношению к другому человеку ведет себя но как минимум отвратительно это я мягко сейчас говорю да ну да допустим девочки по отношению к вам это мега отвратительно но ему хочется все таки с этой женщиной чтобы она была для него мега удобная давайте посмотрим что он не чувствует что он к ней чувствует что у него в чувствах а тут троечка девочки мячей здесь человек как-то немножко переживает обижается смотрите здесь все-таки мужчина на эту женщину обижается возможно за ее холода возможно за то что они все-таки не могут услышать друг друга при диалоге женщина могла вообще в сегодняшнем дне действительно от этого человека отстраниться но опять это ее уловка и человека прям выводит вот и вот это из равновесия до человек переживает у него к ней есть вот это вот все-таки в первую очередь сексуальное влечение да но и девочки тут чувственный аспект он немножко тоже присутствует как бы сейчас вам не больно это было слышать но это так ему нужен с ней разговор он должен словно для себя что-то как бы понять да как ему дальше быть но еще раз повторюсь его цель в отношении нее это спокойствие это идиллия это тогда когда мы находимся чуть ли не в райском саду эдема так что там у них все-таки конфликт он присутствует и этот конфликт он прям его очень беспокоит может быть здесь конфликт если девочки вы смотрите на него и его супругу то здесь мог состояться разговор относительно треугольника да в целом и эта тема она его беспокоит потому что он понимает что он приносит боль вот той женщине он приносит боль вам естественно он приносит боль себе и ему словно надо закрыть вот этот вот гештальт но нужен разговор нужен разговор может быть с вами ему нужен разговор возможно с ней то есть вот душа его просит надо поговорить надо поставить так сказать прояснить картину давайте посмотрим все-таки какие перспективы загаданный человек видит с вашей соперницей какие перспективы загаданный человек видит с вашей соперницей какие перспективы изобилие так хочется сказать изобилие вот все-таки он с ней девочки видишь какую-то определенную стабильность на но опять эта стабильность какая ушел пришел ушел пришел то есть у него вообще иллюзия в голове у у него свой мир понимаете у него этих планет очень много он выбирает на какую планету ему условно сегодня приземлиться на вашу планету или на планету вашей соперницы а может быть у него еще есть планеты знаете тут 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 тоже и интересный такой человек ему нужно постоянно быть в каком-то раздрай ему постоянно нужны вот эти конфликты он всегда себе усложняет жизнь он усложняет понимаете если было бы реально все спокойно что интересное он хочет вот с этой женщины какого-то спокойствия но он этого хочет но он там долго не задержится все-таки выходит его восьмерка кубка потому что для него это будет болото он это прекрасно понимает осознает то есть ему надо на короткий период времени вот это вот спокойствие умиротворение а потом он снова пошел как говорится нагонять вот эту вот энергию будоражить пространство для того чтобы ему получить какой-то конфликт если к примеру вы смотрите на человека женатого то есть вы смотрите на него и его супругу вот когда ему там станет грустненько печальненько он будет разгонять энергию он придет условно к вам либо еще кому-то да он сделает свое дело и вот внутри у него вот этот конфликт вот это вот негатив он разрастется в нем и он ну как уходя от вас он будет это там транслировать понимаете как то есть он же совершил нечто плохое и теперь благодаря вот этому нечто плохому ему нужно будет это как защищаться надо будет где-то отмазываться ему нужно быть более таким покладистым но и в то же время когда ему вот смотрите тоже интересный момент когда ему надо к примеру к вам условно да он будет там создавать именно конфликтную ситуацию чтобы он мог спокойно хлопнуть дверью обвинить эту женщину что она виновата во всем условно да и прийти к вам вот здесь примерно что-то такое ему это постоянно надо ему нужен постоянный конфликт конфликт с другими людьми конфликт самим собой здесь человек ходячая проблема так и хочется сказать спокойствие ему только снится на мне вот все-таки интересно вообще вот этой женщине реально получается в нем взрастить императора реально получается в нем взрастить этого императора получается я не могу девочки по пятнадцатому аркану сказать что у нее получается нет он сам кого хочешь в кого хочешь превратить 15 аркан не девочки до манипуляции там не так все просто там очень сложно очень все сложно получается нет не получается потому что он все равно девочки сопротивляется вы понимаете как объяснить у каждого человека есть свой потолок и если допустим примеру человек не хочет пробивать потолок по разным причинам по разным обстоятельствам из-за своих внутренних блоков там или еще вы травм каких-то и так далее это бесполезно ты хоть что подстраивает ты хоть какие стратегии веди у этого человека все равно ничего не изменится ровно до тех пор пока он не попадется совсем в экстремальную ситуацию пока у него у самого мозг не начнет думать иначе поэтому здесь женщина она действительно может прибегать к разным уловкам к манипуляциям психологическому давлению да кто-то девочки может даже ну что-то такое шаманить я так и скажу и ей будет казаться что у нее все получается нет у нее это не получается это самообман потому что там выходила семерка мечей самообман женщина находится в таком очень хорошем самообман потому что здесь человек такой ну в общем вот такой вот козерог до упертый бесполезно вы ему ничем девочки не пробьете и даже если вы захотите его где-то поменять там чтобы он как-то начал по-другому девочки не тратьте свою энергию это все будет тщетно еще раз повторюсь до тех пор пока чего у человека реально не произойдет тотальная башня вот прям тотальная башня и человек окончательно не сядет в лужу пятой точкой до тех пор на него ничего не сможет повлиять и даже если у человека были уже прям кризис и девочки значит это не те кризисы благодаря которым человек действительно мог бы поменять свое вообще внутреннее состояние или отношения каким-то ситуациям здесь вот речь об этом давайте с точки зрения высших сил все-таки посмотрим что будет в ближайшем будущем между ними как друг складываться у них отношения и будем завершать данный распад с точки зрения высших сил что между вот у них как бездуховность девочки есть так скорее всего она и будет присутствовать сейчас посмотрю вот смотрите здесь конечно каждый каждый из них как ни крути все равно будет стремиться к благополучию да если уберут вот эти все манипуляции вот это все 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 у них очень хорошая перспектива у них очень хороший шанс для того чтобы выйти в эту десятку кубков да но путь туда по морю океану как говорится да туда еще доплыть надо перспективы есть но если они будут вот в таком низком ресурсе по пятерке пентаклей на низких вибрациях то это вряд ли они могут туда дойти а вообще в целом целом показывают что у них может быть идиллия но опять таки да это идиллия она у них как надолго понимаете потому что здесь все таки видите нам показывают восьмерка да то есть хорошо потом выход потом как-то не очень опять хорошо опять выход и опять не очень понимаете тут прям я не могу сказать что выше всего показывают все будет без сучка и задоринки на чуть-чуть подраскрою вот эту десятку кубков наш по итогу поэтому на ближайшее будущее естественно до этого они друг в друге все равно нуждается кто-то будет давать больше кто-то будет давать больше кто-то будет просить больше дай мне любви дай мне любви кто-то может дать а кто-то может просто воспользоваться вот и все вот как ни крути здесь все равно от прям такого равнозначного энерго обмена здесь не присутствует почему потому что здесь. Женщина видит себя по императрице, мужчина еще не император. Здесь уже идет перекос. Вот реально идет перекос. Поэтому здесь ну никак не может быть вот прям равнозначный энергообмен. Это люди действительно должны быть на одной какой-то планке. Я не думаю, что женщина здесь будет как-то ставить себя ниже. Но вряд ли. Тогда, когда женщина достигает императрицы, ей уже не интересно, честно говоря, какие-то другие роли. Зачем ей это надо? Но опять, у нее тоже есть же хороший ну как бы хороший такой момент, хороший повод, перспектива для того, чтобы выйти из негативного влияния императрицы на эту женщину. То есть не быть такой властной, допустим. Не быть такой требовательной. Как сказала, так и будет. Нет, здесь женщина тоже должна считаться с этим человеком. Она не хочет считаться, видите. Поэтому она будет требовать от него любви, а он ей будет давать ровно столько, сколько он может. Потому что он до ее уровня не дотягивает. И вряд ли он дотянет в ближайшем будущем. Поэтому да, у них может быть идиллия, некая идиллия, но все-таки все-таки здесь неравнозначны девочки энергопин. Вот такой вот получился разбор сегодня. Пожалуйста, пишите в комментариях, насколько вообще была для вас актуальна эта тема. Честно говоря, не очень мне хочется смотреть, что там у них соперницы. Я все-таки больше сторонник за то, чтобы смотреть на ваши отношения, чтобы вы, девочки, разбирались, а что там у них происходит. Это вообще, по сути, вас должно не касаться. Не берите на себя чужого, не берите чужую карму. В этом нет никакого смысла вообще. Ну, так вот сегодня закончу я данный расклад. Пишите в комментариях. Буду рада каждому вашему лайку, каждому вашему слову. От души благодарю, что вы на моем канале подписываетесь. Желаю вам всем хорошего настроения и всем благ. Всех благ вам. Всего доброго. До новых видео.